всех приветствую на канале рухингер с вами denis это gothic arhalos прохождение стрим значит кому интересно мои сохранения если нужны если на ютубчике в описании так что можете расспрашивать люди вот в описании на youtube можете зайти под каждый видеоролик там будет то что нужно почему записывает пустой экран все нормально так всегда мне надо вспоминать что мне нужно так много много очень заданий каких-то разношерстных непонятно куда мне по сути идти то есть идея сейчас мы тогда в каком-то из выпусков помогли одному бедолаге который ну типа стражников не стражник охранник кавычках вот надо и к нему сейчас полночь прийти собрать награду который мне обещал будем понемногу заданиями расправляться чтобы они не весели вот это потому что потому что 4 глава не за горами а буквально такие вот можешь можно ее начать любой момент но я не хочу оставлять задания невыполненные и переходить новую главу это неправильно точки зрения то что некоторые могут сломаться некоторые могут пропасть и тому подобное он парень и ото ходило браво teraz мой шеф мысли что навык тут а есть небезпечно и моей pracy nic не грози а то с моим наградом а правда то повинно ci выставить деньги за 125 золота мне заплатили хоть что-то слышишь 125 золота я может и дом куплю себе это уже будет новой главе по-любому в 4 лет до следующего утра спим до утра и сейчас наверно будем решать остальные так путь серебра это нам не скоро кентарным побережью янтарное побережье это у нас какой из и она может быть она может быть несколько я могу подумать о некоторых вещах и атомы а втором 22 побережье даже я сказал 3 но таких основных которые имеют название 2 а вот какие так небывали небезпечно штука за стани выполнена ну давай покажем это штучка прошел обсервовать прическу сделать вы все он занимаетесь хочу делать поддерживаем как можем бизнес так а может мы знаешь как сделаем чтобы нас точно никак не пошло не по плану привет наклз так чтобы не пошло все пошло все по плану янтарный рудник янтарное побережье точнее а тут и не туда блин я не помню куда идти но пойду в общем в одно направление если неправильно тушу уж поделать она надо идти куда-то здание но можно конечно там на ферме берма разгонять тогда будет а может это тот самый путник который сидит просто он там на лавочке может это он скорее всего может быть такой путник есть там за енте за устав не вспомнил нет это не он западем дальше тут тоже пусто да это же я просто не помню где янтарное побережье знаю что их есть одно есть второе источенная жила здесь никого нет никого опа это что такое еще сохранение сделали какой-то какие-то ледяные волки благо у меня доспехи могут игнорировать завершить это объявление розыски были не знаю не слышал об этом так подожди это тут же указатель есть можно янтарное побережье значит я правильно пошел осталось только найти этого чувачка он тут а лежала мне показалось кто-то лежит чьи доспехи непонятные какие-то погибель моряков ничего себе а как же мне такое сделать легендарный рецепт ну-ка изучи его а не могу на не розуме хватает блин отличный меч так принципе сейчас если мы кузнецу и пойти тогда тогда он может нас быстренько перекинуть город наверное где-то где-то извозчик duncan ничего склон о какой-то делу появился видели стиль фацета полу янце го на тролле так бы тут а я кишка стамы и пытал где можно знали сгод не с правдой поведелись мы мужа вот а это уже это уже не нужно но я так понял я так понял он пошел и его тролль там но они любят когда ударом бить и отлетают и видимо он слетел со скалы все то есть нету смысла куда сейчас идти за бишь мне доставь меня на верфь в порт давай лучше в порт порту а нас очевидцы погнали хорошо хорошо ну-ка зелья давай бахнем от гару сейчас бежим и потом надо будет квест дать какую там охоту на за головами белых белых волков замочил так отгар но я почти правильно побежал немножко не туда ну ладно какая разница ну-ка благослови-ка меня патрицией ага понял тебя давай отдыхай то для тебе объявление об акционе спасибо и где объявление об сегодня а вот уважаемые жители города архалос напоминаем что сегодня последняя возможность смотреть единственный свободный дом старом городе прежде чем он будет выставлен на аукцион если вы не знаете где находится это великолепная резиденция мы рады сообщить вам что она находится всего в нескольких шагах от аустерии эрнеста информация с окончательным детоксона появляется носках объявления через несколько дней вот так вот не нас ходим посмотрим а че нет правда че по деньгам там я как бы дверь нет две тысячи есть но я думаю вряд ли будет дом стоит две тысячи я думаю тысяч 10 будет стоить гар принес я тебе тут штучку дрючку салазлэм подрожника и как или хотел мы будем говорить правду не будем брать ниц фацет не жил 1 столи мусил зручить госклифу холлера не выглядал на такого как бы си да у первшему лепшему троллови поконать салазлэм это не салазлэм 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 на орков как на звезды укшелдование терену было выярково не корыстно шкода facета милым надеюсь что еще что-то ковыгом и принесет вешать о затримать этот запись я кость не мог бы им по тем счастье до его выкувания а тут аймаш coś в рамах награды что сам спробуешь это выполнять не ты да робот и конечно молодец обучить меня третьему уровню навыка кузнечного дела не надо ты куда побежал но он побежал откуда ну к объявлений нет никаких пока что нет так сейчас получим награду за валку а наверно она не здесь она наверно в гильдии гильдии торговцы будет в любом это же это за преступника преступников и не ловил никаких значит мне нужно в гильдию торговцев там дают награды за убитых животных все объявления я взял да все абсолютно все я постоянно каждую главу я захожу на эти доски с гараса как-то я odebrать награды за упал ованом bestie ледяные волосы канале то паскудство достаточно долго справил уже проблемы сына и но то твоя награда спасибо 200 золота ну ладно не так уж и густо конечно где там зелье скорости сейчас посмотрим что там за домик дальше покойством будем раскидывать потихоньку туда-сюда так волкеру пока не идем а то начнется новая глава надо это всегда напоминать себе себе же могу забыть так если у нас мастерская но здесь вот напротив напротив фернеста на этот дом хотя напротив фернеста он тот может быть нет мне ждали с возможностью смотреть дом объявление было и не могу ничего сделать можно поспать сутки попробовать мы можем даже двое но не открывается давай сказали через пару дней будет на доске на доске объявления будете все через пару дней вот пару дней прошло типа кавычка да хорошо здесь можно время мотать быстро идем на доску объявления смотреть ничего она на новой главе до появляется 4 возможность появится тогда дальше по квесту вот тебе и стражи а вот квест появился дом закрыт на ремонт а почему не про это вот этот дождем да или он тот номер именно пике ну вот этот тупик но я не могу к него взойти то есть да пофиг вообще ладно не столь важно просто квест появился почему-то так не нужно будет к пиратам сходить еще куда дальше на ферму бермара в зильбах так ну ладно пошли тогда на ферме у бермара далее оттуда на зильбах в зильбах и получается зильбаха пиратом а потом после пиратов нужно будет вернуться обратно так ферма бермара у нас там дальше дороги ухты испугал собачья морда бритва зуб с какого подожди бритва зуба если не ошибаюсь они рядом с орками живут но типа вот этих откуда он прилетел он как будто будто с горы соскочил черепахи туда спалились да у тебя все нормально здесь почему здесь видялась и статня в околице двух стражников двух не видя лимя к 1 бегу в керунку старого цвентажа если че залежи там го пошукай на старом кладбище на коему там чё он там забыл то чё он забыл на старом кладбище ну-ка давай сейф это давно я не сохранялся что-то ладно откуда бритва зуб свалился то он как будто вот как-то сверху прилетел золото ну-ка достань к телекинезик ничего больше тут не видно он как будто вот отсюда прискочил странно так на том берегу еще черепашка есть мы заберем быстренько да чё стражник забыл на кладбище либо он от кого-то убегал другого выхода другого выбора у меня нет другого другой догадки у меня принципе нету зачем ему еще на кладбище было так здесь же мракорис я мочил больше никого нету здесь все нормально никого нету стражников никого так еще одно сохранение так на быстрый осмотр не вывел никакой угрозы кладбище на кладбище не вижу никаких признаков нахождения стражи единственное то можно же может он туда залетел не но если я не чистил бы кладбище сейчас еще одно сохранение сделаю если бы я не чистил кладбище то он бы тут был бы трупы тип он даже сюда зашел тут были паладины он бы сюда просто но обычный стражник тут точно не выжил бы и вот его нигде нету пища рудокопов а это мы берем естественно мне не вижу никаких следов стражи взяли скорости бар не может быть я рано к дарту к этому потошел нужно было на фирму бермара сначала эти типа а потом он как бы там не трогай вот и пацан пацан оказывается чуть дальше убежал труп тюк с продовольствием это новобранцы что ли до командование совсем уже с ума сошло новобранцев посылают такой лес вот такая нити живет что просто еще один тюк еще один тюк как бы не пропустить тут еще что-нибудь весная ягода ну конечно так тюк с продовольствием вон лежит нехватка продовольствия еще один тюк а стражника нету тут тюков нету по дороге но этого на обратном пути есть еще прочекаем вон стражник пока серофисы растут парень как вы так умудрились такую жопу попасть когось прислали может не есть за пузно заши стала нападлива не врагались мы с фармой когда негле с лесу выпаду множество свежонт mówить и нигде чего-то такого не видела дики вирки стерва яды все побок себе wyglądały на прераżone więc pierwsze о чем помыслален по той bestie которую страшно вишняцы ну-бобок со иного могло что-то прегонить целый лес в каждом разе ручили смы все что нас повалило их ходу не вем что с тем другим бо зверяна нас разделили твой коллега не жиле зналазлым его цело холера шкода го выдавал себя в порядке в каждом разе трохе мне холера пошарпа ле не мазь может при собе какие-то микстуры лечнице есть конечно так прошу да конечно выгарпеште не ссынность которую милище достать не вем докладно один пакунек упустили мне далеко этой буды с сианем на роздрожу не вем где есть решта справа додатково утрудняют свежонта которые нас прегонили певне порозносили пакунки по околике więc będзеш мяу спорый обзар до справдзения выбачишь что тебе в ты мне помогу певне же так спробуй дочь до себе я их посука так пуск это я ему сказал нифига себе марвин вот так что у нас тут пишут новобранцы хотели опыт на нападальщиках поднять а получилось что падальщики набрали левел на стражниках да какие стражники это новобранцы это не стражники ты чё бедолаги попали в жопу а сколько должно быть всего тюков он бы мне хоть бы сказал бы может я уже их всех пособирал сколько их всего должно быть я не понял может здесь тоже лежат что-то какие-то ну вот сейчас телекинезом тут пробегусь просмотрю быстренько конечно а вон вижу мракорис пляха муха я так и знал что какой-нибудь какой-нибудь жопа будет пошли как я его так заметил так больше никого только мракорис вижу падальщика еще сейчас мы его быстренько уработаем на дека я к стенке встану хорошо 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 марвин просто просто люблю тебя ты вообще красава чё пишет похоже животный прогнал охотящийся мракорис теперь я должен решить стоит ли его будить это было не просто но мне удалось избавиться от мракориса рядом с убежищем моряка теперь с поставками продовольствия не будет проблем это было вообще не просто я тебе скажу да я прямо таки очень устал очень непросто было чё там я нашел все все тюкеты злополучной доставки все красава вот это вот это молодец вот это мужчина пошли за стражником точно все а то знаешь ладно верю 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 все пошли раненый стражник давай в город все 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 нормально сейчас вылечим тебя деньги волна отдыхай и не рушайся за збэдный рух приспеши крвоток я путем подкрадывания спер тюк из-под носа мракориса и тихонько свалил я не ищу простых путей ты вылечитого парня меня лечить не надо так а кому я помог Ленарту да Ленарту с продовольствием Ленарту с продовольствием Ленарте я могу горить по любому не фиасе ты послал придумал збадаłem справе загиненого транспорту świetне что си стало твои люди застали прегонени прежние зверьезда 1 не живет 2 холера muszę вызвать по них сконси те зверьезда прегонил я полуюцей уcieкając впаду на хлопаков и порозвлекал ладунок живности позбилем сего ведь не бенде нам ты достигаешь того момента что тебе абсолютно плевать на всех и на монстров и на дуренство там то есть можешь абсолютно всех игнорировать настолько пофиг нормально вообще какой какой там так сейчас извозчика находим едем в зельбах в зельбах и говорим марте какая она хорошая после марты нужно будет сгонять ну надеюсь она там не даст какого-то мне супер мега квеста что там надо ей принести рог дракона забежь мне давай в деревню сибирь сибирь поехали сибирь майк майк знаком ты ничего да просто просто майк я просто забыл так и что купить легкую шпагу мастера за 900 золотых зачем давай зачем мне легкая шпага мастера только не понял за полторы за 900 что за легкая шпага мастера это для ту для квеста какого-то для чего зачем я купил вообще 900 монет охренеть зачем я ее купил зачем так в отдельном прям в окне выделять ее было у меня их теперь две где марта марта же здесь должна быть ну-ка давай до утра поспим а то не вижу эту марту может она пропала надо сейчас еще у ребят наверно спрашивать куда она делась и так далее и тому подобное надеюсь нет пускай она здесь стоит где марта 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 чел благодарность за помощь решил тебе шпагу продать за 900 монет марта а манда тебе певно деликатную справа ты а ты чего можешь обо мне лук пресыла поздравления скотом я тебя не 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 что да это Что ты сделала? Почему ты меня повреждал? Может быть, я не тебе предусмотрен, но это не значит, что... Спокойно, Марто. Я встретил Лука в городе. Он возвращается в родственные стороны. Сейчас гвардиста, кролинка. Но все он успел, драни-то. То есть ты на него все зла. Понимаю. Он сам боялся твоей реакции и вижу, что не без причины. Зла? Этот дурень практически умерил мне жизнь. Одного дня я планирую с тобой в будущем, а за мной уехал, как збитый пес. Чтобы его зараза взяла. И еще даже не уйдет, чтобы показать себя самому с этой паскудной мордой. Миняло пару лет. Может, час ему побачить. Не понимаешь, что через него прошло. Не хочу его видеть на очки. Оставь меня уже. Можем вернуться к работе. Хвила. Можем вернуться к этому стражнику, да? Стражник такой. А, да. Действительно. Вот такая фигня. Ну ладно. Давай в город. И скажет мне какую-то хрень нести этой тете. Место Архолос. Поехали. 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 Ну, в принципе, в принципе, я бегать не собираюсь. Я уже свое здесь отбегался. Уже в каждую норку залез. Мы сейчас быстрыми телепортами будем его пользоваться. Все куда хуже, пишут нам. Эй, ты. Что, посмотрим? Я поговорил с Мартой. Я rozmawiałem с Мартой. Сądząc по твоей мине, не... Не маш для меня добрых вещей? Не мам. Помимо уплыву лет, ciągle есть встекла. Не wiem, что между вами зашло, но лучше не показуйся в силбах. Не, не могу этого так оставить. Треба что-то вымыслить. Может... Упозоруем мою смерть? И ее сердце вешще się скруши? Или напад бандитов? Или... Альбо поверь мне, что так на правде сделаешь, что в ее очах плоня жонда морду. Не хотел бы тебя втаймничать в szczегуы. В таком разе радь себе сам. Змарнуваешь достаточно много моего времени. Чекай. Ну, уже хорошо. Повем все. Помнишь, как говорили, что встали на статус без пожертвования? То есть... Не до конца так было. Отходясь... Пожистили от Марты немного злота. Хочешь сказать... Украдаешь ей осчёдности? Ну... Так. Так. Вдодатку не был то мой помысл, бо не опустиłem выспы сам. Был ктось еще. Не жартуй. Может мне еще повiesz, что с инной. Не зналешь, Берри. Не вишь, кака потрафила быть przekонująца. Шкода только, что заставила меня при первой, лепшей оказе. В таком разе не дживе себя, что Марта не хочет mieć с тобой ничего wspólного. Так, wiem. Спепшиłem ей życie. Но не в руце на континент. Хочу все направить. Маши помыслы? Выбор. Уж лучше вернуться на материк. Начни с выплаты долга. И что выбрать? Ну, выплатить долг. Смотри. С точки зрения того, что она его как бы уже не любит. Или любит, хер ее знает. Выплатить долг. Пускай деньги вернет. Хотя бы что-то полезное сделает. А уж потом может возвращаться. Пускай лучше деньги вернет. на урок. Нет, это просто. Не старый начало. Но это слишком мал. Д Process. Но это не достаточно. Проб avив. И надо тюкать. Он будет от этого начать. Руку. Держи. И все еще есть. Ты еще какие-то помыслы? Да, я должна сделать это для вас. Что с другой стороны, чтобы она подъялась в комментариях. И это скорее всего. Это свой раз. Хочу жить до неизвестного. И музыка. Конечно музыка. Умешать это... Я знаю. Не, 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 я знаю, кто это может сделать. Я знаю. Я знаю музыкант. В смысле? В смысле? Он говорит, ты узнаешь в деревне, как к ней лучше подкатить, бляха, муха. То есть, когда они встречались, этого было мало или что? То есть, он ее не узнает за то время, когда они встречались или что? Или они встретились вот так, он зашел в таверну. Марта, привет. Поехали со мной на континент. А поехали. Дай мне денег, Марта. На денег. И он с верой какой-то раз и ебнул куда-то на континент. А Марта осталась ни с чем. Но судя по этому, только так здесь логика прослеживается, только такая. Как так? Поспрашивай в деревне, как к ней лучше подкатить. Ты что, ебобошили? Ты с ней встречался? Мам что-то для тебя. То снова ты? Чего с наводом не хочешь? Бабки тебе хочу отдать. Ты сказал мне целую историю. Вот ты говоришь, ты думаешь, что он втихую забрал ее деньги. Может быть, я не спорю. Но смысл в том, что ты же каждому первому встречному не расскажешь о том, где у тебя там лежат сбережения или что-то такое. Типа, моя нычка была там за тем-то камнем. То есть, это они должны были простучаться, чтобы она ему рассказала. Опять-таки, если они встречались. Зачем он мне спрашивает, чтобы я в деревне походил, поспрашивал, как с ней замутить. Что она там любит и так далее. Мам нietyповую справу. По тебе, Marvin, не можно себе сподзевать żadной вал. Вiesz, может, как заимпоновать Марте? Вот, как произвести причину? Кто бы подумал? Марта впадла тебе в око? А еще недавно даłbym голову, что хотите себе взаимно позабить. Кто себя чувствует... И такие там. Вем, что она любит пребываться в Великой... А уже особенно в тамтешем саде. Завсё с велким разжевением. Выпадало бы её тоже накармить. Это всегда работает. Горее, что Марта является лучшим кухаркой на высоте, поэтому трудно ей заимпоновать. Спробуй чего-то простого. Кош с овцами, доброе вино. Повинна докеничь гест. Погадай с Бастянем. По за винем на pewno ci coś зорганизую. Дякую, Виктор. Бардо мне помогли. Жаден проблем. Поводзеня. И ницче не буй. Не повем о твоих планах, Марте. Значит, из того, чей лохреновый был парень, если он не знает вкусов Марты. Ну, а как они встречались? Как он... Он же как-то должен был подвести к тому, что они начали встречаться. Или... Или он думал... Я не понимаю просто. Я не могу отследить связь. Как вот... Ну, не могу я отследить связь. Как они встречались, и при этом... Не знаю. Это очень красиво о этой поре року. Не, но не осуществляешь без нее оцениванного эффекту. Кобеты увелбляют музыку. Найлеще было бы, gdybyś сам для них заграл. О, и до этого защипевал? Как панельчик. Как панельчик. Ну, а зачем? Ну, и есть еще такая девушка. Какой было... Кабарин? Знайдешься где-то на устроне жегла. А зачем? Есть же музыканты, что возле бодавина стоит. И вот, можно как бы... Ну, ты говоришь о вине. Которое, твоим здаем, было бы лучше? Можешь купить что-то мне, но если на ней важно, то не повиняешь оценивать. Найлепше вино достанешь в виннице. А если так выберешься, то упечешь две печенья на одном огне. Погадай со старым Лиамом. Попушцам, что ма что-то специальное на такой ситуации. Мейсце уже знам. Что с едением? Кулинарно тяжело будет заимпонировать. Поэтому нужно поставить на проверенные решения. Овоцы всегда работают. Верь, так все складывается, что я их тут немного. Мог бы тебе приготовить красивый пикник. Что ты на то? И это в очень низкой цене. Илле? 25 штук злота. Давай скажем, у меня столько нету. Поприкола. Не могу. Умывьтесь так. Я начну все приготовить, а ты за этот час получишь потребление... Вон собака. Как будешь готов на споткание, дай мне знать. Втеды се различимы. Давай, корзинка своя. Вручь до мне пред спотканием с укоханом. Вско приготовим. Фанатская теория. Чел подошел к Мартик с вопросом давай встречаться, а Марта взяла и согласилась. Может быть. Может она была до этого всего мягкая. Типа не такая злая, как сейчас. А сейчас возглобилась. Да, когда ты говорил о том, что это будет очко, я не подозревал, насколько. Это мне нужно сейчас... Это мне нужно сейчас сходить на винодельню. Мне нужно сходить в убежище моряка за этой, за певичкой. Ёшкин кот. Че надо? Слышишь, ты не хаос? Ошалить можно. Че надо? Приехаем до Сильбах, бы выпочнуть, а когда уже сзалезаем себе выгодное место, то появился этот баран, играющий на рогу. Благом учишь его. Кого? Вон того, петуха или шо? Сохранение. Эй, ты! Чи можешь быть тисшей? Некоторые хотели бы отпочнуть от дзвенку твоего рогу. Что такое? Я мушу чвичить, чи то ти си подоба, чи не. Если не хочешь подоброчи, то погадаме иначе. Забачимы, чи надаль будеш таки отважны по тем, як зламе ти нос. Забрали у него рух. Это еще не очко, вот не срабатывающие скрипты очко. Надеюсь, здесь такого не будет. У меня пока не попадалось. Ну и все. Моя голова. То як, будешь тихо, чи хочешь повторки. Добро, перестану, только мне не бей. Вот и все. Давай, деньги плати. Сто золота. О, хорошо. Еще рух какой-то забрал. Так, ну я тогда загляну сейчас, получается, к музыканту к этому. Спрошу его, что-то как. Что он ответит? Если нет, то пойду в Веницу. А, еще к Бодавину загляну. Хочу с ним поговорить, может что-то новое скажет. Нет, этот ничего. Этот, этот лишь бы попоршайничать. Ну не хочешь, денег заработать не надо. Так, Бодавин, ничего нового мне не скажет? Привет, друг. Бодавин, ничего нового не скажет. Ладно, отдыхай. Я-то пошел на Веницу схожу, договорюсь, насчет там места, или что там, насчет чего там договариваться. Первый раз у меня скрипт не сработало преступлением стражу, когда начальник должен речь слакать, а скрипт этот не запускался. Не, говорю, у меня вот, слава богу, все как бы с этим нормально, ничего пока не ломалось. Надеюсь, не накаркаю, как бы все хорошо будет. Я буду счастлив. Если так оно и будет. Так, Лиам. Хей, мам до тебе справа. Мял бысь coś противко, gdyбым зорганизовал пикник в вашем саде? Хлопче, мам ту вели обовязков и проблемов до развязания. То, на правде, не на илепший час на того типу забавы. Не будь злый, але на правде не могу сгодить. В какой опасности я все порешал. Братьев помирил, все, вам поможет. В долине, сгодить. Драконий снайпер 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 Драконий снайпер